Ребята, сегодня я хочу вас познакомить с рассказом Виктора Драгунского «Друг детства». Итак, начнём. Когда мне было лет 6 или 6,5, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница. Я был такой растерянный, никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далёкие звёзды. То я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике, и посетить далёкий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции, и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом «Готово!». Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на челноке, питаясь только сырой рыбой. Правда, этот бомбар после своего путешествия похудел на 25 килограммов, а я всего-то весил 26, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда. Я буду весить в конце путешествия только одно кило, а вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбу и похудею чуть больше, тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Вот и все дела. Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи. И на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу. Такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развить в себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. Я сказал папе, пап, пап, купи мне грушу. Сейчас январь, нет груш, съешь пока морковку. Я рассмеялся, нет, пап, не такую несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу. А тебе зачем, сказал папа. Тренироваться, сказал я, потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а сколько же стоит такая груша, поинтересовался папа. Пустяки какие-нибудь, сказал я, рублей десять или пятьдесят. Ты спятил, братец, сказал папа, перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится. И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся. И тотчас сказала, стой-ка, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку. И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзину. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос. И осенью мне должны были купить школьную форму картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзине. И пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес. И на веревочке пластмассовую дудочку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, несколько погремушек и много еще разного игрушечного утиля. Вдруг мама достала со дна корзины здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала, «Вот, это тот самый мишка, что тебе тетя мило подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой живот. Такой толстый. Ишка выкатил. Чем не груша? Еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся. Сколько тебе в душе угодно. Начинай». И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку поудобнее на диван, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной. Такой шоколадный, но здорово облезлый. У него были разные глаза. Его собственный, желтый, стеклянный, а другой большой, белый. Из пуговицы, от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами. И он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял вверх, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался. Повсюду таскал его за собой, нянкал его и сажал его за стол рядом с собой обедать. И кормил его с ложечки манной каши. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал. Хоть той же кашей или вареньем. Такая забавная, милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая. И я его спать с собой укладывал и укачивал его, как маленького братишку. И шептал ему разные сказки прямо в его бархатные твердые ушки. И я его любил тогда. Любил всей душой. И я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами. А я хочу тренировать об него силу удара. Ты что? Ты что? Сказала мама. Она уже вернулась из коридора. Что с тобой? Я не знал, что со мной. Я долго смотрел и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я, задрав голову, потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал, ты что, мам, со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером. Вот такой вот замечательный рассказ Виктора Драгунского. Ребята, а какая у вас самая любимая игрушка? Сфотографируйтесь с ней и отправьте мне. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok